История о том, как я три дома в Лондоне покупал. По статистике, по статистике, говорят, что средний житель Лондона копит на приобретение первого жилья в среднем 15 лет. Нам повезло, нас было двое, мы не ели, не пили, жили аскетичным образом жизни, и поэтому накопили примерно за пять. Накопили мы, собственно, за пять лет и начали смотреть жилье. Как происходил выбор того, где мы хотим жить? Мы просто шли на ту же самую Зуплу, ту же самую Райт Мув, ну, в общем, все популярные сайты, если еще какие-то есть, где-то тут вокруг появятся. И по фотографиям выбирали, что мы хотим посмотреть. Мы не кидались брать, смотреть все подряд, что, мало ли, понравится, может быть, с этим сможем жить. Нет, такого не было, мы смотрели только то, что нам прямо вот очень нравилось по фотографиям. И так получилось, что после очень длительного отбора мы нашли первую квартиру, которую хотели купить. Квартира была в последней зоне Лондона, но это была квартира, которая находилась в... Это называются они маленькие городки, наверное, которые со временем вошли в часть Лондона. Квартира была в центре города, ну, вот маленького городка, или... не знаю, короче. Там была главная улица, и вокруг была куча магазинов, все Тики-Максы, Тески, Лидлы, и все-все-все. И продукты, и одежды, в общем, все там было. Что было не так с этой квартирой? В первую очередь, она находилась над commercial property, то есть у нас под квартирой находился магазин продажи чего-то там. Ну, это не суть, как важно чего-то там. Оказалось, что лендеры, те, кто дают вам деньги в долг на ипотеку, они не любят, когда квартиры находятся над commercial property. Так как дело происходило еще до коронавирусной времена, то банки были более расположены к выдаче кредитов, и поэтому, несмотря на то, что квартира находилась над commercial property, мы нашли лендера, у которого был хороший процент, что-то там, наверное, в районе 3% стандартных английских. В процессе покупки, пока мы думали, получилось так, что я начал сомневаться, а стоит ли нам брать всю квартиру? В первую очередь, это было первое, которое мы посмотрели. Она нам понравилась, может быть, стоило, наверное, посмотреть еще какое-то место. Но и не это самое главное. Самое главное, что нас от меня больше всего пугало, это то, что квартира находилась в доме, который так называемые дома gate access. Gate access переводится как доступ через ворота, но тут это относится к тому, когда это многоквартирный дом, классический такой английский многоквартирный дом, обычно они трех-пяти этажей, и у них фишка в том, что входные двери в квартире находятся на общем балконе. Ну, у вас там находится вход, но и на этот же коридор, и, по сути, получается, не коридор, это на общий балкон, зачастую, зачастую, всегда выходят окна одной из комнат. И тут выходили, на этот балкон выходили окна нашей спальни. Сначала показалось, да пофиг, фигня, как много времени мы проводим в спальне. Но потом я начал все это в голове у себя крутить, и вот ощущение того, что ты спишь, или твоя жена одна дома спит, а вот мимо окна все время кто-то может ходить постоянно, немножко напрягало. Как позже мы узнали, на самом деле, и лендеры тоже не очень любят gate access дома, ну, видимо, по этой же причине, что кто-то в теории, кто-то в теории может с большей вероятностью попасть к вам в квартиру. Пришел коронакризис, и мы начали сомневаться в правильности выбора, потому что представили, а вот как без двора, то есть мы закрыты на год уже, как бы уже второй год пошел. Если бы мы купили ту квартиру, мы бы оказались закрыты постоянно в квартире, в которой ни окна открыть, потому что она выходит на оживленную улицу, ни воздухом выйти подушать. И мы решили, что нет, нам этого не надо, давайте-ка откажемся и будем искать что-нибудь новое с двориком, обязательно со двориком, чтобы если этот коронакризис затянется, а он затянулся, мы могли выходить на свежий воздух, позаниматься, подышать, поесть мясо. В общем, жить более комфортной жизнью. Мы сказали им, что мы выходим из сделки. Кстати, в Англии ты можешь выйти из сделки без каких-либо для себя последствий в любой момент до момента обмены контрактами. То есть практически в любой момент. Да, вам нужно будет заплатить за услуги адвокатов, которые они сделают, за их работу. А я имел в виду, что никакие пенни, типа, как наказание за то, что вы взяли и решили выйти из сделки. Но если вы решите выйти из сделки после того, как обменялись уже контрактами, а это происходит после того, как депозит переведен, то тогда своему депозиту вы можете сделать ручкой, потому что его вам никто не вернет. Так, мы выходим из сделки. Там агент говорит, вы сейчас с ума сошли. Берите, брать надо. Место хорошее в будущем будет дорожать. И вы, что дура, и прям агрессивно нас начал давить. Но мы вышли. И, как оказалось, на данный момент квартира потеряла в цене. Ее все так же продают, но уже продают за кашонли. То есть за деньги сразу в руки. Знаете, что агенты всегда будут пытаться вам продать, втюхать, и они не ваши друзья. В чем мы убедились во втором случае, когда мы покупали второй дом. Ситуация была практически аналогичная. Мы, опять же, посмотрели по интернету многое. И выбрали три квартиры, которые хотим увидеть. Там произошли изменения в связи с коронакризисом. Все банки в панике. И первый взнос повысили с 10 до 15%. Что сильно сказалось на наших покупательных возможностях. Так как мы рассчитывали на 10% депозит, а тут 15%. И, следовательно, общая сумма жилья, на которую мы можем рассчитывать, понизилась на треть. А так как мы поняли, что нам нужен дом с двориком, то выбора стало меньше. И нам нужно было опять начинать смотреть дальше, дальше, ближе к границам Лондона. Мы посмотрели три места. Это было первое место. Это вообще показалось кукольный домик. С большим задним двором при всем при этом. Но внутри там место было, наверное, каких метров квадратных 40. Очень маленькая гостиная. Очень маленькая кухонька. Очень маленькая спаленька. И как будто вторая бедрум. Но там, блин, там по диагонали я целиком не лягу. В общем, там разве что можно хранить трупы, в расчленном... По частям. Второе было очень похоже на то, что мы в итоге купили и что у нас в итоге есть. Это была мансонет, так называемая. Двухэтажный дом, который переоборудован в две квартиры. На первом этаже и на втором этаже. У нас была квартира на втором этаже со своим входом с первого этажа, а потом подъемом на лестнице прямо вот как здесь. Но исключение было, что если здесь у нас свой выход на задний двор, на котором я сейчас и восседаю, как царь во дворца, то там дворик был. Но он не был прикреплен к нашему дому. То есть нам нужно было выйти из дома, пройти по общей тропинке и попасть тогда в свой дворик, который находился за соседским двориком. И это было, ну, совсем как-то. Мы так думали. Квартира была в хорошем состоянии, качественная, чистенькая, аккуратненькая. Ремонт никакой не требовался. Это, кстати, еще один был из наших, так сказать, критериев. Мы не хотели что-то, что нужно будет ремонтировать. И вот эти первые два посмотрели и нам не понравилось. То есть мы насчет второго подумали подольше, но в итоге решили, что если нельзя просто взять и выйти в свой сад легко, то этот сад не будет нифига использоваться и оно того не стоит. Продолжили смотреть, и нам попался второй дом, который мы начали покупать. Он был на первом этаже двухэтажного дома. Тоже мансонет, но со своим задним садиком, который приходил напрямую к квартире. Да, чтобы в нее попасть, нужно было выйти через главную дверь и обойти вокруг дома. Но мы имели в голове такую идею, что в теории можно из спальни было бы вырезать стенку и сделать туда такую открывающуюся широкую дверь во двор. Сама квартира была по метражу маленькая, но это было лучшее, на что мы могли рассчитывать, с 15-процентным депозитом. До нас даже не смутили полы, по которым можно было бы кататься как по волнам на серфинге или устроить там скейт-парк. Ну, потому что, боже мой, это же полы, по ним всего лишь каждый день надо постоянно туда-сюда ходить. Начали покупку этого дома, и все казалось хорошо. Адвокат, он оказался хорошим, задавал кучу вопросов, докапывался до всех пунктов в контракте, и поэтому мы именно не купили тот дом. В первую очередь у дома была проблема с тайтлом. Получилось так, что в земельной книге, когда раньше этот дом был зарегистрирован, эта недвижимость была зарегистрирована, получилось так, что дорожка, которая ведет к нашей двери, через которую нам нужно заходить в квартиру, было бы, она не принадлежала нам. Она принадлежала то ли соседнему дому, то ли фрихолду. Фрихолд – это тип владения землей, то есть в нашем случае это у нас лисхолд. Зачастую ты не покупаешь недвижимость, ты ее берешь в очень долгосрочную аренду. Принадлежала эта дорожка не нам. И нам адвокат предупредил, возможно, в будущем, если вы захотите перепродавать, то их адвокат тоже им скажет, что у вас вот косячная фигня, и будет труднее продать недвижимость. И попросили их адвоката починить это, чтобы они изменили то, как недвижимость записана в земельную книгу, и приписали этот кусочек к нам. И там начался цирк с конями. И, кстати, из-за этого, из-за того, что она как-то, эта недвижимость была странно записана в земельной книге, получилось так, что у нее еще и тайтл. Тайтл – это тоже титул, который вас награждают, когда вы начинаете вступать во владение недвижимостью. В идеале он должен быть абсолют, то есть абсолютный титул. У этой квартиры он был гуд, то есть хороший, то есть вроде как тоже звучит, что тоже должен быть нормально. Но если есть гуд, наверное, есть и пур, наверное, есть и бед, наверное, есть «не покупайте это никогда». Я до конца не понимаю, как это отражается на нас, как владельцах. Но, опять же, адвокат сказал, что это нестандартное состояние недвижимости, и при перепродаже в будущем могут появиться проблемы. Поэтому попросили нашего адвоката поговорить с их адвокатами, чтобы они все это починили, переписали, как оно зарегистрировано в земельной книге. И когда это изменится в земельной книге, это также повлияет на титул, потому что тогда дом записан в земельной книге правильно, владельцы, которые живут в доме, владеют всем, что нужно для дома, и, значит, естественно, титул станет абсолют, и мы будем в шоколаде. И еще одна вещь там отсутствовала, это «right for shelter». Получалось так, квартира на первом этаже, на втором этаже живут другие люди. Если с домом что-то случится, ну, допустим, какая-нибудь катастрофа, катаклизм, что-то на что не распространяется обычная страховка и, допустим, какой-то глобальный катаклизм, в случае которого ты можешь рассчитывать на помощь государству. В нашем случае, так как не было «right for shelter», «right for shelter» можно перевести как «право на укрытие», то в нашем случае получалось так, что государству ничего нам было бы не должно. Это чинится покупкой дополнительной страховки, которая как будто создает вот этот вот «right for shelter» для вас. Но, опять же, наш адвокат нам сказал, что это нестандартное и ненормальное состояние недвижимости и при перепродаже могут быть проблемы. Мы собрали все эти претензии, сказали, что нет, мы как бы, недвижимость нам нравится, но мы хотим, чтобы все это было починено. И попросили нашего адвоката связаться с адвокатами и это все начинать чинить. Это все тянулось почти полгода. Их адвокаты были безответственны, медленно отвечали и вообще не старались ничего сделать. На самом деле, ничего из этого не было сделано. Они несколько раз вернулись к нам, сказав, что «Ой, это так сложно, это займет много времени, ой, это нам нужно весь фрихолд». А фрихолд, там было несколько домов в ряд, они принадлежали одному фрихолду всем. Наверное, просто фрихолд это одному землевладельцу. То есть, надо было связаться с тремя владельцами трех домов, то есть, не самим фрихолдом, а с тремя лисхолдами. Со всех адвокатами, со всеми адвокатами этим нужно было бы связаться. Они должны были все вместе согласиться, что мы переписываем то, как этот фрихолд делится между лисхолдами. И они просто полгода тянули кота за яйцем. В итоге, поменялась ситуация с этим коронавирусом и опять вернули 10-процентный депозит. И мы подумали, а если вот это все такое геморройное, давайте-ка начнем смотреть заново. Мы сказали им «Аревидерчи, продавайте эту квартиру дальше». Кстати, они все так же ее продают. Все так же ее продают. Хотя нам агент говорил, а этому человеку так нужно продать ее, так нужно продать. Он инвестирует, хочет там купить следующую большую недвижимость, ему срочно нужно продать, поэтому он продает эту квартиру на целых 25 тысяч ниже средней стоимости на той улице и в том районе. В первую очередь, не настолько дешевле, потому что мы потом сравнили и в той же ценовой категории были такие же дома. А во вторую очередь, если ему так надо было продать, то он мог бы и подсуетиться, чтобы нам все починили по договору, но нет. Начали смотреть заново. Смотрели в интернете долго. Физически мы посмотрели одну квартиру, она нам сразу понравилась, и мы ее начали покупать. С предыдущего дела мы забрали адвоката, потому что он нам показался очень хорошим и дотошным. Мало того, что дотошным, так еще он отвечал на имейлы вовремя, то есть быстро. Это вообще редкость, уникальность. И он был готов объяснить какие-то маленькие, вроде как очевидные вещи, а для нас что-то сложное. И он был готов это объяснить простыми словами, так что если вы встретите такого адвоката, обязательно держитесь за него. Начали покупать жилье. Что из себя представляет квартира? Мансадьент на втором этаже, четыре комнатки, одна проходная, четыре комнаты в нашем бюджете, это просто выиграть в лотерею. И плюс большой задний двор. Сколько? Три метра на четырнадцать, в общем, прилично. Начали оформлять жилье. Вначале все шло хорошо, все было просто и понятно. Мы заказали сервий, это когда приходит специально обученный человек и проверяет на то, не развалится ли ваш дом в будущем, не подмывает ли его подводная кема-мутрика и как вообще с коммуникациями и не обзаваливается ли крыша. Банки тоже делают свои сервии, но насколько я понимаю, они гораздо более basic, чтобы дом будет стоять, пока у вас ипотека не выплачена. Сервий, который мы заказали, прошел не без огрехов. Нам сказали, что очень-очень кривые полы, там в гостиной даже целых два с половиной сантиметра перепад. Полы кривые, но мы этого много не замечаем. Просто, просто очень удобно такой также нам посоветовали посмотреть на то, что у нас там вот конек крыши старый, его прям вот нужно-нужно что-то срочно поделать. Мы посмотрели, на улице у всех такое, никто срочно ничего не делает. Стены не кривые, пол кривой, и возможно это из-за того, что дом пострадал во время бомбежек, во время второй мировой войны. Но это не точно. Остается три недели до переезда, и знаете что? Они передумали продавать квартиру, нам отказали в кредите, адвокат умер. Наш адвокат взял и скончался. Прямо такое ощущение, что вот вся вселенная говорила, вам не нужно, но мой опыт говорит, что чем хуже все начинается, тем лучше оно заканчивается, и он подтвержден. Нам одного нашего адвоката заменила целая контора. Ну, то есть, он умер, и его дела переняли его коллеги. Короче, вместо одного адвоката над нашим делом начало работать четыре, иногда пять человек. может у них не было доступа к его документам, может у него было все плохо категоризовано, но они реально работали из рук вон плохо, они не читали документы, они даже, бывало даже, спросят какой-то вопрос и потом отвечают, вот я дословно говорю, а нет, это не моя, то есть, я этим заниматься не буду, а там пусть другой посмотрит. А зачем тогда спрашиваешь как бы то, чем вопрос, ответ на который будет только то, что тебе на это насрать, это не твоего, так сказать, спектра работа. Они не читали документы, понимаете, жена моя, она им говорила, где, какие документы посмотреть, когда они были отправлены и куда надо прочитать то, что у них уже есть на руках. Это было нудно, это было долго, мы уже сидели на чемоданах, нам через неделю выезжать, а мы еще не знаем, мы переедем или нет. Мы уже сложили коробки с вещами, вынесли их во двор, ждем машину, которую надо будет загрузить, и мне звонит представитель логистической логистинговой компанией, в общем, предоставляющей автобус, и говорит, что, знаете, наш водитель, ваш водитель, попал в аварию и сильно себе повредил голову. Вы не можете в другой раз переехать? Серьезно? Ну, я сказал, что нет, в другой раз переехать я не могу, как бы, я могу теперь переехать только под мост. Надо дать им должное, они прислали оперативненько другой бусик с двумя чернокожими ребятами, которые очень оперативненько помогли нам быстренько переехать. Все, ребята, чао. Редактор субтитров А.Семкин